Маша учится в 11 классе. Поступать этим летом планирует в медицинский. К ЕГЭ готовится основательно. Каждый день около двух часов уделяет прорешиванию тестов и изучению теории. Сама считает, что ЕГЭ, вопреки расхожему мнению, это не просто тесты. То есть, в принципе, мы повторяем те же процедуры, что и наши родители. Но на данный момент я считаю, что все-таки тестовая система уже не отличается по сложности от того, что было раньше, так как сейчас нет выбора ответа. То есть, если ты выбираешь ответ, ты должен, например, исправить, записать правильный, то есть уже целиком, а не просто выбрать цифру. Если несколько лет назад обращение и направленность целей, например, моих занятий и просьб была больше к стрессу, к стрессоустойчивости, то сейчас немножечко тенденция поменялась. И увеличивается страх больше именно не уложиться вовремя. Время становится самым главным врагом. Не столько стресс. Отсюда это уже стресс как дополнительный, как результат. И поэтому я немножечко пересмотрела свою работу. То есть, больше не со стрессом, сколько умения организовать себя. То есть, вовремя приступить, вовремя закончить. То есть, некий такой тайм-менеджмент. К плюсам ЕГЭ относят создание равных стартовых возможностей для всех выпускников, в том числе и для тех, кто проживает в сельской местности, для поступления в высшие учебные заведения. Я был как раз-таки в первой партии, скажем так, пробников единого госэкзамена. Сказать, что я там сильно напрягался при его сдаче. Ладно, мы идем и двигаемся вперед. Но в то же время, я считаю, может, коммунизм был каким-то для нас отдаленным строем, скажем так. А система образования при нем родила великих инженеров, космонавтов. Поэтому я считаю, что что-то в ней менять, это как минимум глупо. Тестовая часть полностью будет исключена из таких предметов, как история, общество знания, информационно-коммуникационная технология, информатика и география. Мы понимаем необходимость этого момента. На совещании и в Москве, и в Санкт-Петербурге Сергей Сергеевич Коробцов говорил о том, что это только начало пути, и мы будем уходить от тестовой части по другим предметам. Начиная с 2007-го, когда ученики начали сдавать русский и математику в виде обязательных, по 2014-й процедура проведения ЕГЭ не менялась. 2015-й оказался богат на новшества. Экзамен по математике разделили на две части – базовую и профильную. Кроме того, с прошлого года пересдавать экзамен в случае неудачи школьник вынужден лишь в сентябре, а не в июле, как это было ранее. В 2016-м ЕГЭ снова изменится. У нас будет 61 пункт проведения экзамена. Это на пункт меньше, чем в прошлом утебном году в период экзаменационной сессии. Но все они будут работать в режиме онлайн. В прошлом году, я вам напоминаю, у нас было 82% работающих в режиме онлайн, и остальные работали в режиме офлайн. За нами будут наблюдать специально аккредитованные для этого люди. Несколько лет назад студенты и преподаватели Грарного университета наблюдали за сдачей экзамены в Нижегородской области. Как утверждают специалисты, в период подготовки школьников к ЕГЭ, сами родители зачастую создают вокруг детей лишнее волнение. Снизить излишнюю тревожность Министерство образования решило акции, когда сдавать ЕГЭ сели сами родители. Мероприятие в Оренбурге приняли на ура. На акцию пришло около 2000 мам и пап выпускников. Мы очень много стали работать с родителями. Понимаете, как бы мы на определенном этапе осознали, что родителей надо превращать в союзников наших. Нет какой-то разницы, там учитель-то, директор, родитель. Все объединены одной задачей – сдать нормально. Потому что это первый серьезный экзамен юноши или девушки. Но, во-вторых, давайте не забывать, что ЕГЭ – это путевка в жизнь. По результатам ЕГЭ Оренбургская область находится в первой пятерке рейтинга среди субъектов России. В целом, опыт проведения госэкзамена в Оренбурге отмечен и на федеральном уровне специалистами Роспотребнадзора. В этом году, чтобы сдать ЕГЭ, за парты сядут 8300 школьников. Экзамены продлятся с 27 мая по 30 июня. Наталья Громаковская, Александр Грачев, городской телеканал ЮТВ.